Привет-привет, Раки! Меня зовут Мустафина Ирина, и это расклад для вас на неделю с 4 по 10 декабря. На этой неделе мы посмотрим, как обычно, три подсказочки на картах Таро, также посмотрим на картах ваших взаимоотношений, и на Ленорман мы посмотрим, на какую область вашей жизни вам стоит обратить особое внимание на этой неделе. У нас уже декабрь месяц, и я для вас, вот видите, приготовила ёлочку, чтобы у вас уже появилось ощущение того, что Новый год скоро, чтобы вы наполнились вот этим волшебством и чувством предвкушения чего-то хорошего в вашей жизни. Давайте смотреть первую карту. Маг. Действительно, волшебство и чудо входят в вашу жизнь. Вы понимаете, что вы маг своей судьбы, и всё вам по плечу. У вас есть все инструменты для решения любых поставленных перед вами целей, вопросов, задач и решения любых проблем, которые входят в вашу жизнь. Вы чувствуете, что всё складывается как будто бы волшебным образом в вашей жизни на этой неделе. Что ж, это прекрасно и замечательно. Давайте смотреть дальше. Смерть. Трансформация. Ну что ж, пришло время для того, чтобы подвести какие-то итоги и отправиться в новый путь. Вы действительно можете ощутить такое состояние, когда вы понимаете, что вы уже всё. У вас на многом поставлена точка, и все ваши стремления и мечты, они направлены далеко в будущее. Вы понимаете, что этот год, он на этой неделе своеобразно подходит к концу. И уже закладывает фундамент того, что вы начинаете какие-то новые проекты, вы начинаете задумываться о своём будущем гораздо чаще, чем раньше. Многое будет иметь завершающий период на этой неделе. И постарайтесь относиться к этому гораздо проще и легче. Не цепляйтесь за те отношения, которые сживают себя и уходят. Да, может быть, вы отправитесь в следующий год в одного, но за то, преисполненным тем, что теперь, как говорится, хочу халлу еб, хочу пряники. Если заканчивается какой-то проект, завершается какая-то работа, то не печальтесь, потому что у вас появится время для того, чтобы начать то, о чём вы давно мечтали. Начать что-то с нуля и почувствовать хозяином своей жизни. Понять, на что вы способны и за что вы хотите нести ответственность. Что ж, интересная такая трансформационная у вас неделя. Декабрь начинается очень активно. И смотрим третью карту «Верховный жрец». И это для вас открывает новые познания жизни. Вы можете пойти, например, вы можете понять, что вам не хватает каких-то навыков, каких-то знаний, и вы можете пойти на какие-то обучающие курсы, найти для себя некого учителя и наставника, который поможет вам перейти на следующий виток вашей жизни. Вы можете, кстати, по вот этим трём картам понять, что теперь настало время, когда хватит учиться, хочу жениться из этого разряда. Либо то, что вы уже настолько знаете ту область, в которой вы работаете, например, то, в чём вы сильны, и вы готовы этими знаниями уже делиться с другими. И вы, может быть, уже будете планировать на этой неделе какие-то обучающие курсы, может быть, подумаете о каком-то семинаре, может быть, для вас открываются новые перспективы для того, чтобы где-то выступать, где-то себя показывать. В любом случае, эта неделя закладывает в вас уже не просто декабрьский фундамент, она закладывает в вас перспективы на следующий 2024 год. Поэтому совет по этим картам на этой неделе сосредоточьтесь на всех важных своих проектах, на всех своих мечтах и целях о том, какие намерения вы будете закладывать на следующий год, чего вы хотите достичь в отношениях, в любви, в карьере, в финансах, во взаимоотношениях с людьми. Пропишите все сферы своей жизни, уделите внимание этим пунктам на этой неделе и поймите, что уже вам нужно оставить, что уже не приносит вам удовольствия и счастья, и какие новые шаги и новые возможности вы можете позволить себе, а вы можете себе это позволить, для того, чтобы в вашей жизни появились ключи от рая, и вы смогли избавиться от каких-то искушений и наполнить свою жизнь мудростью, счастьем и самореализацией. Такая насыщенная, хорошая неделя, очень положительные эмоции, и главное, что вы уже полностью устремлены в будущее, вы смотрите далеко за декабрь. Не сидите на этой неделе на месте, больше питайте себя положительными эмоциями, уделяйте каждый день каким-то мелочам и радостям, наполняйтесь, наполняйтесь новогодним настроением. Это подарит вам гораздо больше сил в вашем волшебстве и в том, чтобы всё, что вы задумываете, начинало сбываться как можно раньше. А мы смотрим, что у вас во взаимоотношениях на этой неделе. Во взаимоотношениях может быть какая-то пауза, какое-то охлаждение, отчуждение. Какие-то отношения действительно, может быть, подходят к концу, и, как я говорила, придётся дальше идти в одного. В чём-то могут расходиться просто мнения, взгляды на то, как вы хотите жить и как хочет жить ваш партнёр. Помните, что если отношения вам дороги, если ваша вторая половинка вас вдохновляет и дарит вам счастье, улыбку и радость, и вы просто о чём-то не договорились, тогда всё в ваших руках. Ведь несложно повернуться друг к другу лицом и просто поговорить. Какие-то моменты достаточно обнять, сделать какой-то приятный сюрприз. Устройте себе романтический вечер на этой неделе и поговорите о том, какие общие цели и задачи могут объединить вас в следующем году. Расскажите о том, как вы можете волшебным образом преобразовать ваше отношение в что-то большее и что-то грандиозное. Поделитесь вашим видением того, как для вас значит быть счастливой и гармоничной семьёй. Ну и, конечно, не забывайте выслушать свою вторую половинку, для того, чтобы всё-таки ваши цели и задачи могли как пазлы совпасть, и вы понимали все тонкости и нюансы построения именно ваших отношений. А мы смотрим на картах Ленорман, на какую область жизни вам стоит уделить более пристальное внимание на этой неделе. На удачу, на то, что всё будет складываться хорошо, и каждый день вам Вселенная будет подкидывать какие-то чудеса и свершения. Это могут быть и случайные заработки, может быть какие-то донаты, может быть просто приятное времяпрепровождение и общение. В любом случае, будет повод каждый день улыбнуться и почувствовать вот это волшебство, с которым начался у нас недельный расклад. Поэтому обращайте внимание даже на самые маленькие мелочи. Обращайте внимание на счастье на этой неделе, на то, что что-то складывается так, как вы задумали. То, что удачно сложилась, например, какая-то поездка, какой-то разговор, какая-то встреча. Вам просто улыбнулся прохожий. И это тоже удача. Ведь не каждый день нам люди улыбаются просто так. И, конечно же, обращайте внимание на мелочи, на удачные совпадения в вашей паре. Ведь чем больше мы концентрируемся на хорошем, на хорошем слове, на том, что с утра, провожая вас на работу, вас поцеловали, на то, что вам, может быть, принесли кофе в постель или забили где-то гвоздь. Умейте благодарить на этой неделе свою вторую половинку за те мелочи, которые, может быть, для вас уже стали привычными и рутинными. И вы давно перестали обращать на это внимание. Ведь именно рутина, как правило, нас разъединяет. Мы охладеваем. И напоминание на этой неделе от Ленорман. Сконцентрируйтесь на вот этом чуде, когда вы только познакомились или стали жить вместе, что вас вдохновляло всё. Улыбка, приятное слово, объятие, вовремя пришедший человек с работы, вкусный ужин или просто зажжённая свеча на столе. Всё будет удачно. Неделя складывается благоприятным образом. Поэтому ловите удачу за хвост, концентрируйтесь на мелочах, научитесь благодарить за то, что у вас есть, и тогда в вашей жизни всё будет именно так, как вы этого хотите. Ну а я с вами не прощаюсь. Мы увидимся в следующих видео.